Что-то Потапушка давно не показывал нас в своих передачах. Ага, это точно. О, смотрите, босс-молкосос идёт. Давайте у него спросим. Может он нам подскажет, как попасть к Потапу на передачу? Привет, босс. Привет, привет. Всё стоите? Везёт вам. Вы не работаете, а у меня работы выше моей головы. Вот бы мне так отдыхать, как вам. Это потому что ты босс, а мы обыкновенные. Поэтому у нас голова ни о чём никогда не болит. Ага, это точно. И мы всегда делаем всё то, что хотим. Хотим, отдыхаем, хотим, работаем, хотим, кушаем бананы. Каждому своё в этой жизни, босс-молкосос. Босс, мы хотели у тебя спросить, как нам попасть к Потапу на передачу? Мы же многое что умеем. Тем более на ютюбе нас все знают. Того, что вас все знают, этого очень мало. На ютюбе надо всегда показывать что-то удивительное, интересное, весёлое, задорное. А вы уже почти всё показали. Что у вас ещё интересного есть? Ничего у вас миньонов больше и нет. Ну почему ты, босс, так говоришь? У нас много что есть интересного. Я, например, могу рассказать про свои путешествия. А я станцевать могу, например, Ламбаду. А я вообще предлагаю всем подписчикам отослать по банану. Надо это Потап передать. Очень хорошо, я думаю, получится. А потом, когда не получит этот банан, скушают его, они расскажут ещё своим десяти друзьям. И эти десять друзей к нам подпишутся и тоже получат ещё по банану. Ты что, так нельзя? Если всем отсылать по банану, то Потапу придётся жить в Африке, где много-много диких обезьян и ещё больше бананов. А что, в Африке даже очень прикольно. Там все ходят вот так вот, как я. Смотрите, банана-банана. И будем все там дружно жить в Африке и кушать только бананы. И у нас тогда будет настоящая банановая передача. А Потапа тогда будут все называть банановый король. Ну что, босс-молкосос, как тебе наша задумка? Ага, очень классная задумка. Прям сейчас пойду к Потапу и скажу. Потап, давай, переезжай в Африку. Будем бананы отсылать своим подписчикам. Конечно же, это всё не пойдёт. Нужны сюрпризы. Понимаете? Сюрпризы. Чтобы все подписчики смотрели и удивлялись. Вот тогда вот Потап обязательно про вас покажет передачу. Ну ты бы так сразу и сказал, что нужны сюрпризы. Сюрпризы это не проблема. И тем более, не простые сюрпризы, а супер новинки. Одиннадцатая серия. Итак, друзья, одиннадцатая серия сюрприз миньончиков в пакетиках. Встречайте. Ну вот и отличненько. Вот это совершенно другое дело. Сразу понятно, что вы мастера своего дела. Сказали сюрпризы. И появились супер новые сюрпризы. Одиннадцатая серия. Это классно. Молодцы миньончики. Ну Потап теперь вас точно покажет в своей передаче. А ты думал, видишь мы как подготовились. Мы миньончики всё умеем. И у нас есть всё. И мы сможем любого удивить. Вот так вот. Вот такие мы миньоны. Ну что, давайте смотреть, что там в супер новеньких пакетах сюрпризов. Кто интересно сегодня нам попадётся. Всем привет, друзья. Вы просто забыли про нас. Новые сюрпризики у них. Новые сюрпризы у нас. И сейчас мы вам покажем, куда более интереснее, чем ваши обыкновенные сюрпризы одиннадцатой серии. Правда, дружище? Ага. Конечно, правда. Вы сами такого ещё никогда не видели. У нас тоже супер сюрпризы. Да ладно вам. Какие у вас могут быть супер сюрпризы? Вы же обыкновенные хулиганы. Вас никто не покажет в своей передаче. Тем более в такой одежде. А при чём здесь одежда? При чём здесь одежда? Судят не по одёжке, а по уму. Это надо знать. Какая разница, во что ты одет? Может нам так нравится? Правда, братишка? Да ладно тебе. Что ты им объясняешь? Они же как клоуны. Посмотри на них. Да смотри, смешно. Вот мы самые настоящие конкретные миньоны. Да, вот так вот. И сюрпризы у нас конкретные. Смотрите, что мы приготовили для подписчиков Потапа. Опа. Ну это вообще серьёзно. Потап очень любит страшилки. Так же, как и его подписчики. А у вас здесь миньоны-страшилки. Ух ты. Я такого ещё не видел. И я думаю, это очень понравится всем ребятам. Ну что, друзья. Осталось только позвать Потапа и начнём распаковку этих сюрприз-пакетиков. И посмотрим, кто же нам сегодня попадётся. Итак, зовём Потапа. Потапушка, начинай передачу. Миньоны приготовили кучу сюрпризов для тебя и твоих подписчиков. Потапушка, мы любим тебя. И это всё у тебя от нас. Покажи всем ребятам новые сюрпризы. И как всегда, Потапушка, для тебя самые свежие новинки от миньонов. Привет, друзья. Вы снова в гостях у Потапа. И у нас сегодня вот такие вот сюрприз-пакетики. И всё это нам приготовили миньончики. Пакетики двух видов. Первый, это вот такая вот 11 серия, последняя серия миньончиков. Я такие пакетики ещё не открывал. Посмотрим, кто нам попадётся вот из этих героев. И также тут есть кто-то неизвестный. А это второй вариант пакетиков. Вот такая вот страшилка от миньонов. А какие миньончики в этом пакетике, я даже не представляю. Мне тоже это будет узнать очень интересно. Начинаем. И первый пакет, 11 серия. Гадкий я. Какой же нам герой попадётся? Достаем. И тут у нас вот такая вот кучка. И также тут книжечка, которая показана, какие миньончики могут быть в этой коллекции. А также здесь бывают обычные, редкие и секретные. Ну а тут показано, как собирать наших героев. Сейчас я соберу первую кучку. И это миньончик с вопросом, что на обед? Видимо, он очень сильно проголодался. Продолжаем дальше. И открываем вот такой вот пакетик. Здесь должно быть какое-то страшное существо. Итак, открываем. И вынимаем. Ещё очередная кучка. И тут тоже книжечка, в которой, наверное, показано, как собрать нашего героя. А также коллекция. Какой миньончик нам может попасться. Ну а сейчас посмотрим, кто это у нас получится вот из всего этого. Это, друзья, вот такой вот вампирёныш миньончик. Со светильником. Потому что он гуляет только ночью. Вот такой вот он вампирчик-миньончик. Продолжаем дальше. Итак, следующий пакетик. Открываем. Вынимаем кучку. Посмотрим, что тут получится. А тут у нас миньончик вот с таким вот драгоценным рубином. Вот такая вот прикольная фигурка. И что у нас дальше? И дальше опять чёрненький пакетик. Открываем. И достаем очередную страшилку. И это у нас опять вампир. Второй чёрненький пакет. И опять вампирёныш. Итак, дальше. Открываем. И собираем. И это у нас опять обычный миньончик, который хочет кушать. Итак, следующий чёрный пакет. Видимо, в чёрных пакетиках только два вида. Вампирёныш и ещё кто-то. У меня сегодня соберётся целый отряд вот таких вот вампиров. Продолжаем поиски дальше. Итак, одиннадцатая серия. Открываем. Вынимаем. И посмотрим, кто тут у нас получится. И это миньончик с плакатом. Выбираю темноту. Вот такой вот очень грустный миньончик. Итак, продолжаем дальше. Чёрненький пакет. Открываем. И вынимаем. Опять вампирёныш. Вампиров становится всё больше и больше. Следующий пакет. И одиннадцатая серия. Открываем. И тут у нас посмотрим. Ух ты, как много различных деталей. Тут, видимо, какой-то робот. И перед нами вот такой вот робот-сюрприз. Ух ты. Такой мне ещё не попадался. И у нас очередной чёрный пакет. Открываем. Может, тут нет вампирёныша? Итак. Нет. Опять он же. Опять вампирчик. Опять весёленький вампир. Итак, следующий пакет. Посмотрим, что тут. Открываем. И вынимаем. Что же тут? О! Полосатые. Понятно тогда, кто это. А это у нас миньончик. К ногам которого привязана вот такая вот здоровенная гиря. Чтобы миньончик никуда не смог убежать. И у нас остался последний чёрненький пакет. Открываем. И достаём. О! Неужели опять? Ха! Опять он. Вампирчик. Вот такие сюрпризы нам сегодня с вами попались, друзья. А если вам понравилась распаковка сюрприз пакетиков, то пишите в комментариях, каких бы героев вы хотели, чтобы я вытащил из таких пакетов. А на сегодня у меня всё. До новых встреч в Потапе. Жду вас тут всегда с новыми игровыми наборами.